Как работает робот «Дояр» и в чем преимущество комбайна из отечественных комплектующих? В Свердловской области открылась выставка сельхозтехники «Урал-Агро-2023». Свои разработки представили больше сотни компаний. О некоторых из них расскажем в сюжете. Робот самостоятельно находит коровье вымя, обрабатывает соски и доит буренку всего за 7 минут. В сутки аппарат может обслужить до 70 коров. Подоить буренку, правда пока пластмассовую, можно на выставке сельхозтехники. Он может отделять молоко нетоварное от товарного случая, если корова заболела, какие-то проблемы, мастит, кровь в молоке, соматика повышенная. То есть он может отделять и отделять по четвертям. «Урал-Агро» проходит в Свердловской области уже в 30-й раз. 117 компаний представляют новинки для аграриев. Среди экспонатов и безрешетный сепаратор из Луганска. Таким чистят семена для посадки. Блок СОПЕЛ, который создает плоско-параллельно направленные потоки воздуха в камере сепарации, благодаря чему разделяется зерно по весу, по отдельному весу. До 9 фракций происходит разделение. А для сбора урожая на выставке представлен комбайн полностью из российских комплектующих. Новая разработка вместила в себя два молотильных барабана и большой накопительный бункер. Работать на нем, по словам разработчиков, одно удовольствие. «Это огромная кабина, как вы видите, очень большая площадь остекления, очень хороший обзор адаптера, механизатор, пневмосидение вместе с джойстиком. То есть управление машиной производится всего лишь нажатием вперед или назад». Удобство сельхозмашины ценил и первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Он вместе с чиновниками прогулялся по главному павильону выставки. «Все прекрасно уже понимают, хватит конкурировать, нужно друг друга дополнять. И в этом есть смысл кооперации не только внутри региона, в целом внутри страны, но и дружественными странами. Сегодня нужно действительно подставлять плечо и двигаться в одном направлении». Помимо посещения выставки в графике у участников форума и деловые встречи, где, как не здесь, аграрии смогут познакомиться с производителями сельхозтехники и даже устроить ей тест-драйв. Николай Свердлов, Новости Первоуральска.